Рязанцы, наконец, проводили зиму. Праздник Масленицы состоялся на площадке перед стадионом ЦСКА. Традиционные гуляния прошли на широкую ногу с конкурсами, песнями, танцами и морем блинов. Все-таки подобные забавы объединяют русский народ. Затесавшись в толпе, наша съемочная группа поинтересовалась у рязанцев, чем же им так дорог праздник Масленицы. А скажите, пожалуйста, что для вас Масленица? Праздник. Народный праздник. Вам нравится этот праздник? Конечно, нравится. От тем, что заканчивается зима, наступает весна. Это Масленица, это прям душевный праздник. Душа моя Масленица. Поэтому вот все душевно здесь. Поэтому мы Масленицу. Праздник народного веселья. То есть люди приходят, отдыхают, собираются вместе где-то. Масленица – это, так сказать, последняя неделя. Она получилась великий пост. Вы поститесь? Масленица – это весна, это блины и ряженые. Сначала весны. Опять же, все это народное. Промысел и так далее. Гулянь, нормально, хорошо. Общение. Кстати, этот вопрос мы задали не только гостям праздника, но и городскому руководству. Это ощущение детства. Это в свое время при Окском в парке Гагарина были лошади, были шашлыки, были блины, был столб. Вот эти ощущения и сейчас я испытываю, несмотря на возраст. То есть абсолютно они никак не меняются. Слава Богу. И мы в этом году, видите, вернулись на нашу площадку традиционную, которая 20-30 лет тому назад была. Надеемся, что мы ее разовьем. И рязанцам здесь понравится. И они вспомнят, как они здесь в детстве катались на горках и пробовали первые блины свои. А на главной площадке тем временем разворачивались настоящие баталии. Десять покорителей деревянного столба получили свои призы от организатора праздника. Гвоздем программы стало выступление знаменитых бурановских бабушек, участниц конкурса «Евровидение-2012». Нашей съемочной группе удалось получить эксклюзивное интервью от популярных фольклорных певиц. Ой, такой красивый праздник. И он не только красивый, но он и глубокий. И у нас тоже в Удмурте, и у Удмурта принято праздновать масленицу. И делать и блины, они у нас называются давани. И у нас еще национальное блюдо есть шекера, очень вкусное тоже блюдо. И поэтому широкая масленица русская для нас тоже разная. Нас привезли сразу в центр города. А центр города – это высшая старинная история. Мы сразу ощутили, что это древний город. И традиции, вот прямо в традициях ощущаются. И первый, кто нас встретил – это ваш батюшка. Поэтому у нас прямо впечатление и море, и очень глубокие, хорошее впечатление останется от короткой нашей встречи, потому что мы видели ваши храмы. Мы немножко постояли на службе, только начало, правда. Вот там замечательный церковный хор. И нас благословили на сегодняшнее наше выступление. Так что мы счастливы, что мы у вас сегодня в гостях. Бурановские бабушки своим задорным выступлением разогрели успевших за длинный день подмёрзнуть рязанцев. Вот так в Рязани подошла к концу и без того непродолжительная зима. А с праздников все уходили довольные, сытые и отдохнувшие глубоким-глубоким вечером. Продолжение следует...